так ну вот у тебя возник вопрос как используется дело на практике возьмем самый простой пример вот у нас есть вот эту связь и выходить из того что делаем выборку тракторов предприятий то есть мы вот так вот как из реальности смотри у тебя трактора допустим возьмем поделим экран полом у нас есть вариант вот sql вот mongo что такое то есть у нас допустим есть какая-нибудь табличка я беру только одну запись ней а которая говорит там что у нас есть айди допустим 3 это какой-нибудь там здесь допустим будет у него еще свой тип а здесь будет например можно писать что это трактор а здесь можно написать что это т.с. транспортное средство то есть у типа есть эти вот дальше мы погоди значит 3 это айдишник да это его айди и соответственно конкретный трактор да там тут момент а так допустим здесь будет type да вот это уже будет ну я не буду название таблицы писать пока это вы тоже слишком вот это вот я просто так обозначить вот это вот эта запись из таблицы вот это первое это типы да а это там так ну вот и соответственно типом здесь уже будет 3 да вот у нас есть базе данной а неймом у него и не знаю там будет допустим катюша там свой трактор тут назвал катюша неважно вот как это будет выглядеть монго деба опять же будет две коллекции types и vehicles соответственно здесь будет сама коллекция это массив в принципе если просто здесь тоже это массив вот и здесь будет у нас объектик айди там у них она так вот делается айди в общем там что который который внутренний будет так да он у них свой но он по нему также можно искать как в сквеле плюсы у них идентификатор сразу себе включает расширение на кластер то есть то есть учитывается номер компьютера в кластере идентификаторе сразу в сквеле такого нет поэтому могу как бы типа даже на суперкомпьютера масштабируем можно будет это идея использовать не важно нет пока не существенно дальше чё там будет дайк на здесь это будет просто т.с. и и чё там еще будет нейм ну неважно в общем так же здесь соответственно это будет чё у нас здесь будет тоже свой айди и потом будет тайк но это уже будет такая вот штукенция вот ровно вот это вот айдишка здесь будет записано ужасно страшно получилось вот и за счет вот этого можно будет как раз их как бы находить вот но такая структура она не обязательно в том плане что мы список а вот этот вот как он называется там транспортных средств мы их можем напрямую вот сюда в объект устраивать в виде списка туда то есть необязательно делать вот именно отдельную коллекцию можно внутри одно это все хранить а можно прям здесь же разместить до соседним элементом то есть здесь нам это дело не запрещает монга а вот из коль требует на строгой типизации то есть разница принципе вот в этом что у нас там нейм еще есть вот это как это было традиционно вот в связях в принципе сейчас покажу как это будет вот в этих стрелочках так допустим то есть у нас есть кто так трактор трактор это тип и катюша является т.с. это скажем так одна связь тройная только я сделал да может вот это не ну как бы можно опустить например тип да вот этот вот тогда то есть если у нас триплет его нельзя отпустить потому что чё трактор т.с. о чём ты говори объясню как это можно опустить опустить пара да если это пара то это можно сделать вот так свойства т.с. наследуется в трактор ну то есть условно есть объект т.с. то есть как бы т.с. то есть его развитие т.с. а есть трактор ну пойми это не говорит о том что мы создаем объект трактор или мы создаем новый тип трактор поэтому вот эта связь является ну да 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 вот 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 это то есть является типом да то есть ситуация триплета когда есть тип она конечно точнее вот значит дальше ну и соответственно у этого уже есть индекс базе данных в смысле так или иначе в любой связи он не хранится у меня потому что в этом нет смысла он и так и как бы есть то есть когда мы связь просто создаем мы она лежит в определенном месте который является индексом идентификатором да он просто в массиве лежит поэтому этого хранить не приходится так ну кстати говоря это такой же внутренний айди с черточкой это как вот здесь вот или как здесь да вот дальше значит сделали вот этот триплет по сути все он уже эквивалентен вот этой записи в таблице types дальше что нам нужно сделать теперь нам нужен трактор сам так вот давай еще раз значит у тебя есть какой-то объект в базе данных который идентификатором представлен то есть у тебя три числа записывается правильно да то есть у тебя запись из трех цифр ну и четвертый это идентификатор который не явно да ну то есть иными словами да то есть на самом деле мы здесь можем даже четыре цифр написать все ну там то есть это допустим один это два или это три если на уровне данных так хорошо то есть получается у тебя будет перед этим еще три записи да 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 а трактор как будет представлен сам по себе трактор просто как точка да то есть есть условно говоря здесь объект давай возьмем его разверн развернем можно сделать его вот так единичка 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 да сам себя осваивается да то есть это по сути точка ничего более хорошо но является типом тоже мы определяем например два 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 но мы должны запомнить что является типом и обрабатывать это как-то соответствующим образом да ну это можно по-разному делать это можно либо запомнить номер либо дать название этой штуке вот например как дается название допустим чтобы здесь можно было написать трактор ну я показывал там немножко это по-другому но опять же я упрощенно сделала то есть есть единичка Вадик ты где рисуешь-то? что не видно? вот что-то плохо видно не видно вообще я снизу вот здесь рисую видно? а видно да я просто когда не рисую этого не видно тут такая точка она мелкая очень короче один я мне кажется отстает картинка то есть я слышу что ты что-то рисуешь но не вижу а я ничего не рисую ничего не отстает просто я думаю короче давай я по-английски их напишу потому что по-английски проще я на русский это не переведу есть хэзнейм да линкер и трактор понятное дело что вот здесь вот я когда пишу строкой это еще целая конструкция связи вот у тебя предполагается наличие еще нескольких но но всякие хэзнейм всякие символы всякие-всякие вещи они один раз создаются в базе данных и много раз используются то есть это переиспользуемые связи ну условно говоря хэзнейм это есть идентификатор который например там 25 который уже вот 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 он один он просто делает что вот это теперь один везде где она есть можно превращать в текст в виде трактора вот так вот чтобы записывать вот ну как алиас да вот это алиас да то есть получается есть алиас но трактор тогда этот идентификатор будет не единичка а допустим цифра 10 и тогда у объекта это типа тип трактор же это тип нет можно конечно назвать вот так вот сделать например сделать связь десятую да которая гласит следующее что 10 она на сама себя ссылается из из блин все нет ну по моему из алиас for 1 и тогда да тогда это структурное логично и и и или дополнительно или у него есть name или has label has как угодно это можно называть смотри у тебя есть условно говоря коллекция из трех полей да там объект предикат здесь мы нарисовали еще одну одну коллекцию где есть условно говоря объект где конкретно жестко записываем что и имя и название как сказать ну хасные да мы говорим что это имя и значение строка то есть у тебя в базе данных вот предполагается еще одна коллекция ну или табличка можно так сказать ну смотри вот эта вот штука вот эта она не обязательна это на усмотрение того кто пользуется базой данных вот он как бы либо хочет этим делом заниматься он может это все хранить там же хочет он может отдельно хранить у себя имена может там же это делать то есть это все не так важно на самом деле на уровне того что мы сравниваем да объектной модели то что реально представляет эквивалент вот этой таблицы это ровно одна связь с вот этими тремя числами вот здесь то есть вот с этим и вот этим да но человеку на выходе то есть я говорю получить список всех тракторов ну вот мы предполагаем надо еще трактор сделать да то есть мы предполагаем что во первых мы хотим хотим тракторы и во вторых мы хотим название да ну вот например у нас есть что то 18 и пишем что 18 является трактором да а трактор у нас было четверка все или или четверка если или десятка если это алиаз то есть погоди повыше поднимите ну вот четверка да получается то есть сам тип трактора да он является транспортным средством но у него есть четверка и вот по сути вот это есть минимальная запись для самого трактора плюс ему нужно сделать хозяин так погоди значит там где было трактор единичка стояла там по всей видимости четверка должна стоять то есть четвертый айти он же четвертый нет 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 хотя подожди а все правильно да я здесь ошибся 421 4 то есть вот как раз четвертая запись которая стоит на четвертом месте это он сам на себе здесь тоже ссылается говорит о том что создание нового объекта то есть мы не тип ему какой-то но мы ну как бы или алиас или то еще а именно то что это новый объект ну вот это кстати определенного типа вот это уже кстати делать не обязательно ну ладно в общем в общем может быть да вот так следующая восемнадцатая является и здесь да является четвертым да и и там имя катюш смотри и надо либо четыре либо десять написать то есть ну я понял я просто написал что два варианта возможно можно четыре можно десять да если 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 опять же получается две коллекции где коллекция число 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 коллекция число число строка или или число как бы потом мы знаем что это коллекция предназначение имени и строка что такое связь да мы понимаем по вот этому линкера наши он уникальный идентифицирует что с это вообще связи можно делать то есть если тут есть хозные да это всегда просто идентификатор как у которого тоже есть хозные то есть у него самого тоже может быть имя может не быть как как угодно это делать можно вот и грубо говоря он определяет смысл взаимоотношения вот этих двух того что слева и справа начало я понимаю я к тому что слово катюша его куда-то надо записать или там в виде буквы опять же это может быть просто число да там какое-нибудь либо и вот это число хранится в отдельной базе данных или там в отдельном хранилище вот вот я про то и говорю что это отдельное хранилище либо либо оно хранится здесь же могу нарисовать как как если там получается условно говоря но 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 грубо говоря после этого от меня убегут все программисты потому что скажут это супер избыточно ну это действительно ну понятно что SQL придумывался потому что ограничение вот но сейчас мы но и подходит но я сейчас я нарисую как оно по факту есть и это будет страшно ну допустим давай начнем с 20 числа вот у нас есть двадцатая связь а к и ну я это делаю вот так вот все таки использую такую штуку пенсар то есть безусловная связь как раз та самая та самая ситуация где нужны двойные вот для именно того чтобы последовательность хранить но их можно вот таким линкером использовать но это немножко избыточно потому что последовательность очень часто используется и это реально неудобно вот для продолжай пока непонятно короче вот есть вот такая штука потом есть двадцать первая значит у нас T да появляется значит мы берем 20 и T потом 22 21 и что там ну 23 24 ну я понял последовательно записываешь то есть у тебя на каждую букву получается уходит одна связь ну одна связь ну вот здесь смотри на две буквы одна связь здесь одна плюс одна буква да это одна связь и так далее ну каждую связь там или 128 это 128 да то есть было 8 байт грубо говоря 8-32 у нас по UTF да а здесь сюда 128 но да это действительно избыточно то есть на данный момент мне кажется пока не надо развивать в смысле не надо развивать ну в том смысле чтобы последовательность буквы записывать как отдельные сущности но ты меня если послушаешь я могу рассказать почему стоит ну смотри слово катюша если это там не знаю пускай даже по 3 байта катю 6 6 3 18 байт так значит смотри на уровне структуры данных давай считать у нас есть катюша там 1 2 3 4 5 6 6 ну здесь в данной ситуации будет всегда 8 байт потому что их хватает что там у нас я уже изучился считать 6 8 48 да значит 48 байт а 8 байт ты имеешь ввиду на запись ну вот в sql это будет храниться занимать 48 байт минимум или файл или файл и тф 8 кодировка так дальше теперь тоже саду я не понял 6 букв умножить на 8 8 это что а подожди 2 байт ты сказал 8 что то я это это бит короче все не погоди если 8 то 2 байта по идее это 1 байт это короче здесь я запутал короче 6 байт 6 байт ровно 6 байт и 48 бит вот но биты пока не будем считать здесь слишком и тф 8 это количество бит вот это бит так ну там русские буквы это будет по 2 байта на букву да не будет русская буквы это на 2 байта на букву хотя подожди русские буквы 2 байта они не помещаются вазки вазки не помещаются а понятно ну ладно тогда 12 12 байт хорошо не пускай 12 ну не суть короче плюс-минус в общем так давай давай дальше смотреть значит здесь 2 здесь 128 128 плюс еще сколько осталось 1 2 3 4 5 4 6 умножить на 128 что там да не 6 смотри первые первые в одной помещаются ну хорошо то есть здесь 4 умножить на 128 ну 600 будет вот но вот это число это не конечное число объясняю почему во-первых 128 байт это структура памяти одна запись да в которой вот столько используется под значение или да и вот столько индексы как ты помнишь вот это можно удалять да ну значит это количество букв может это первое соответственно из чего вот эта штука состоит это у нас три цифры в худшем случае да это три цифры это source linker и target но так как заметь у нас везде здесь используется один и тот же линкер да вот тут и приходит тот момент когда интересно использовать ту структуру данных о которых я говорил о которых я говорил где есть только source и target и вот эта ситуация если мы используем 64 бита на связь на индекс ну id грубо говоря да то это 8 байт соответственно 3 умножить на 8 что 24 байт то есть в одном случае с странными связями земли да все таки это 24 ну понятно что это все равно больше чем 2 дальше а вот так правильно я все посчитал 8 байт 64 бит указатель да ну я просто использую 64 битное целиковое число потому что с ним процессор 64 битный работает на максимальной производительности да я понимаю вот но ну хорошо вот это 64 бита и 8 байт тоже не конечное число но здесь может быть ситуация 2 умножить на 8 да то есть 16 байт а теперь почему это не конечное число если мы говорим что нам не нужно много связей например нам хватит ну допустим что нам нужно допустим нам нужно всего там сколько в алфавите русском буквы 33 правильно то есть нам нужно 33 буквы да у них последовательность будет всегда разным да я понимаю нам просто нужно выделить 33 числа которые мы будем использовать как буквы вот ну то есть грубо говоря 33 связи нам все равно нужно будет создать ну не обязательно 33 то есть мы можем сразу утф8 туда запихнуть как бы сразу первые 65 можно под все но зачем если использовать вот эту конструкцию из сорсов и таргетов вот просто массив вот этих пар да вот их много тут допустим то она может быть еще и протоколом данных как джейсон ну зачем туда записывать те буквы которые мы не используем вот ну в общем я о чем что можно минимально это использовать 33 буквы да допустим и 256 это то число которое максимальная максимальный размер ну индекса который умещается в 8 бит то есть 1 байт то есть иными словами вот эту всю штуку можно вернуть в ситуацию когда у нас будет ровно не вводить между 24 будет 1 то есть сейчас это значит первые 2 первые 2 7 и еще 4 то есть 1 плюс 4 равно 5 и получается что вот в этой ситуации когда мы используем вот такую вот структуру данных и на каждую на каждый вот этот индекс используем только 1 байт ну мы самое что смешное побили уникод не то что в 2 раза а еще на 1 то есть у нас в уникоде если ты помнишь было 6 умножить на 2 то есть 12 а здесь получилось даже не 6 а 5 то есть все зависит от того как хранить но ну блин слушай ладно лучше это в другой раз там обсудить мы тут уже много болтаем так вот давай вернемся как бы ну я имею ввиду вернемся вот на твою запись мы сказали что есть трактор есть катюша то есть мы добавим еще одну запись на вот ими еще до ну вот вот сюда вот у нас есть нечто 18 да которое является трактором 4 вот а вот это 18 хестнейм катюши то есть да а теперь выборку то есть как это записывается в базе данных это понятно ну или файли там да а теперь как выборку сделать то есть получается говоришь сделать два цикла то есть во первых найти все объекты которые ну вернее сначала нам надо найти объект трактор узнать что мы его хотим да для этого нам идентификатор получить то есть четверку потом найти все объекты которые которые являются четверкой правильно ну то есть иными словами во все зависит от того как мы ищем например трактор да мы можем его просто знать что он четверка да хорошо а можем его по имени найти опять же у меня есть алгоритм который погоди когда мы по имени найдем мы узнаем что он четверка мы узнаем что у имени есть какое-то там число 85 допустим да по 85 найдем вот этот хазнейм и найдем четверку и сможем у четверки зайти обратно в нее проверить что у нее тип тс да то есть найти тот тс который трактор ну как бы хорошо мы нашли да тс который трактор и это четверку получили вот я вначале говорил что найти все по сути вот эта задача поиска сейчас забавный момент она есть поиск пересечения между этими двумя концепциями в данном случае да значит теперь дальше смотрим предполагаем что у нас предприятие соответственно говорим о том что создается новый объект который является каким-то предприятием в данном случае у нас будет там серп и молот колхоз серп и молот так ну давай рисуем возьмем трактора что произошло а мы тут рисуем значит у нас есть допустим я клинч там использую 28 ой очень же так да ты увеличил да 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 вот допустим 28 является там чего организация на ну да предприятием организации ну это суть потому что предприятие это тип организации а ну да организации бывают разные вот является предприятием хорошо это 28 конечно сделали чё теперь сделать надо вот у нас есть трактор 18 надо сделать надо сделать следующую штуку принадлежит Жить или по-английски будет точнее belong to, потому что вот эта штука задает направление, куда она принадлежит. А у нас в русском и сюда можно читать, и сюда. 28. Вот, понятно. То есть, теперь выборка делается так, что мы находим все четверки, а потом находим цифру 28, то, что нас конкретное предприятие интересует. Да, и от него, скажем так, мы можем пройтись по всем, кто использует четверку в качестве таргета. Да. И для каждого него проверить, существует ли связь, где он принадлежит 28. Ну, это хорошо. А можно сделать тест? А? Чего? Вот я предлагаю, ну, ты делал тесты, да? Да. А я предлагаю сделать... Ну, вот на таком примере. Да. Можно. На примере, ну, погоди, только не сейчас, это позже сделать, в следующий раз. Значит, получается, тест, функция, да? Там первое, создание, тип, там, трактез, да? Второе, создание, тип трактор. Там третье, создание предприятия, да? Определенно, серко-молот. Там, потом четвертое, трактор принадлежит ТС. И потом мы делаем выборку. То есть мы делаем такую функцию, ну, желательно, чтобы она была довольно лаконичная, да? Да, и мы хотим получить все трактора в предприятии, там, серко-молот. Вот SQL-язык, понимаешь, развитие, как говорят, ну, люди, они примерно такие же, и там 50 лет назад были. И когда задумывались о том, что, как машине задать вопрос, там, получить все трактора из серпа и молота. Ну, ничего лучше SQL-а пока особо не придумали. Ну, Монго, ой, не надо. Монго-дб уже давно существует, уже много лет. Погоди, я имею в виду, не придумали с точки зрения написания буквами, да? То есть там, select, from, т.д. А, нет, ну... Придумали в виде... Есть даже, кстати, ориента DB-баз данных. Она позволяет к структуре, которая идентична Монго-дб, обращаться через SQL. Это непонятно. Плюс, по-моему, через вот это... RDF, по-моему. В общем, какой-то там тоже есть язык запросов по таким связям. Кстати, я вспомнил, еще саму связь можно и называть элементарным фактом. То есть, что-то принадлежит чему-то. Ну, абсолютно правильно. Да, действительно, над RDF есть специальный язык запросов, который довольно такой сложный. В общем, как минимум, когда начнешь писать... Короче, я что предлагаю? Сделать вот этот примерчик в качестве отдельного специального проектика. Ну, я имею в виду внутри этого репозитория. Но сравнить SQL, MongoDB... Ну, так сказать, но SQL. Ну, ладно, хорошо. Блин, как пишется-то? А, MongoDB. И, собственно, links. И просто сделать три файлика с кодом. Один файлик только SQL, один файлик только Mongo, другой файлик только links. И, чтобы было всегда, даже нам самим не вспоминать, как аналогию провести. То есть, как одно и то же сделать всеми этими инструментами. Ну, все правильно. Ну, я предлагаю в следующий раз это сделать. Ну, конечно. Да, сейчас уже можно запись-то заканчивать. Так, ну, ладно. Продолжение следует... Продолжение следует...